Деньги, которые выделены, например, на сборные, на поддержку, мы не обсуждаем, какой небольшой процент от реально необходимого составляют эти деньги. Но ни одна федерация к ним не прикасается. Билеты покупают компании, выигравшие тендер у структур министерства, одевают сборные там, где их одевают. Например, это не касается баскетбола. Никогда мы не получали ничего через систему министерства для экипировки сборных. Опять же, закупаются через систему посредников, давайте называть вещественные, через систему посредников они попадают на склады, затем начинают выяснять федерации, что им подходит, не подходит. Мы же говорим о спорте высших достижений. Мы же говорим, как минимум, о сборных командах кадеты, юноши, юниоры, дальше национально. Все происходит через компании, выигравшие тендеры. Как правило, тендерная система, мы не говорим о сегодня. Это не сегодня началось. Это пережитки то, что мы получили в наследство. Это та часть, то, что мы говорим. Мы получили это в наследство. И дальше мы живем в государстве, где каждый день телевидение, радио, пресса обсуждают историю с тендерами, выигравшими и так далее. Я не хочу сказать, что все на 100%, кто выиграли тендеры, это погружены во что-то. Но тем не менее. Почему нам должны объяснять, что на вас не могут купить? Поэтому вы не одеваетесь. Или по медицине нам рассказывают, что норма на сборника 33 гривны в день. Я буду напутать, конечно, с названиями, но тюбик мази, который используется врачами в сборных, например, может стоить сотни гривен. И он уходит в течение одного дня.